Здарова народ, с вами Кирилл Сакаст, вы на канале CryptoGamers. Сегодня поговорим про Playtime проект по названию Сакра. Это хардкорная браузерная игра на блокчейне Phantom. В этом видео расскажу о своих результатах, успел дойти до третьего биома и покажу какие тут ориентировочно могут быть уже заработки. Это заработки будут идти в день. Я бы сказал даже не в день, а в вечер. Потому что по сути, когда ей свободное время зашел, начал проходить данж. То есть я не скажу, что играю там 2-4 на 7, то есть здесь свободное окно, зашел и начал играть. Как раз таки покажу третий биом, пару мобов, с которыми мы сегодня сразимся и посмотрим какой лут там падает и сколько токенов удастся нам заработать. В конце, кстати, будет небольшой розыгрыш. Перед началом по традиции лайк подпиской, любой комментарий для продвижения контента. Герой, из-за которого я сейчас играю это маг. Но если посмотрим по моим персонажам, то у меня еще прокачан этот хорал 6 уровня. У него осталось 3 жизни. Я выкачивал его в дексу силу, для того чтобы он мог попадать и вносить урон. Основной герой это маг. Его преимущество то, что он может довольно-таки много и быстро сносить вражеских мобов. Пока 10 уровень, но я уже с последнего биома прокачал еще уровень, то есть он будет 11. У меня осталось 3 жизни. Если посмотрим, его карма 15. Как вы помните, карма положительно влияет на исход некоторых событий. Потому что есть рандомная генерация, есть цепочка разных квестов. Если кто-то, кстати, не видел предыдущие ролики по Сакре, сверху будет сплашка. Для того, чтобы вы могли познакомиться с проектом, потому что сегодня у нас базовые аспекты мы разбирать не будем. Это уже такой мид-лейтгейм персонаж. И основные механики я как раз таки все рассказывал. Сейчас в игре удается фармить на моем уровне прокачки. Это где-то 5-20 долларов за вечер. Вечер это пара часов в игре. То есть где-то 3-4 биома за это время можно спокойно пройти. Потому что некоторые биомы больше ориентированы на бои. Где-то диалоги, а где-то это микс. По сути, самая большая сложность, это правильно подбирать расходники, принимать решения. Потому что чем больше ты одеваешь предметов в данж, тем, соответственно, ты больше теряешь. Потому что каждый предмет требует ремонт. Даже если учесть то, что эти предметы можно чинить, то есть когда они полностью ломаются, вы можете отремонтировать точно таким же предметом. Но нужно понимать то, что это дополнительно траты. Потому что каждый предмет он что-то стоит, как и свитки. И чем больше мы одеваем, нашего персонажа, чем больше будем пить различных зелий в данже, тем значит на выходе мы меньше получим. Потому что больше расходников, меньше прибыли. Это нужно понимать. И как же нам понять, когда нам стоит одевать фулл сет, а когда можно взять какие-то заплатки и спокойно пройти данж. Тут на самом деле все идет методом проб и ошибок. Потому что первый, допустим, биом, он проходится почти без эквипа. Но для того, чтобы убить босса, как раз таки нужно будет уже одевать предметы. В втором биоме он, не сказать, что прям суперсложный, но босс, для него нужно будет специальная подготовка. Потому что босс бьет именно фрост дамагом. Для того, чтобы его убить, вам нужно будет собирать колдресс. И таких нюансов на самом деле в игре большое количество. Чем лучше ты знаешь биом, какие там мобы, чего от него ожидать, тем проще будет его проходить на большее количество жизнь и оптимально собирать нужное количество предметов, для того, чтобы не тратить лишние ресурсы. Давайте посмотрим, какой лут можно уже лутать с третьего биома. А если посмотрим, то есть это уже дальше завершен. Я сейчас нажму кнопку и после чего получу весь этот лут. То есть поддержку никакую не вызывал. Получаю 383 токена. Это 1 доллар и 9. Почти 2 доллара. Также по предметам. То есть это вот такое зелье третьего уровня. Оно самое дорогое. Средняя цена его около 3 баксов. Дальше это на МП. То есть восстановить энергию. Стоит меньше. То есть это полдоллара. Вот такая вот крутейшая бронька выпала. Итем левел 13. Стоит 2.8. Но на самом деле она, я думаю, стоит намного дороже. Потому что, как вы знаете, у любого предмета есть рандомная генерация статов. И тут, если посмотрим, то есть это 10 виталки, 36 дефенса и 28 жизней. То есть здесь очень много хп можно получить с такой броньки. Я думаю, то что минималка это 5 долларов, но на самом деле может быть и 10. Но естественно, если будет спрос на такую броньку. Последнее, что мне удалось выбить, это вот такой вот свиток. У него и тем левел 11. Но никаких продаж на маркете я этого свитка не видел. Потому что данного свитка просто нет. Либо он падает слишком редко, либо спроса нет. Может быть кто-то, кто выбивает, их оставляет и пытается крафтить. Потому что прокачка свитков, предметов в игре очень сильно помогает проходить данжи. То есть чем круче у нас будут предметы, тем больше статов они дают. По этому свитку какой-то билд на танка. Возможно с ответкой. Потому что здесь идет 49 хп. То есть это нужно прям много виталки выкачивать. И при этом идет уменьшение урона. То есть это какой-то очевидно танк. Но нужно смотреть. То есть я такого билда пока в игре еще не видел. Возможно это какой-то лейт билд. Вот такой вот данж у меня получается был пройден. Сейчас пойдем в новый третий биом. И посмотрим, что оттуда получится залутать. Ну что друзья, погнали в третье подземелье. Сразу скажу то, что нужно постоянно проверять насколько большой уровень газа именно по цене. Потому что сейчас цена прям для игры супер благоприятная. Потому что чем цена ниже, тем значит за транзакцию мы будем меньше платить. А это значит то, что можно будет больше заработать. Натыкаемся мы на какую-то ловушку. Я буду часть скипать и показывать сразу какие-то определенные результаты. То есть там потеряли жизни, либо что-то получили, либо нас убили, либо будет боиться мобами. Потому что если показывать полностью все диалоги, видео я думаю будет слишком длинное. Суть этого квеста то, что мы попали в ловушку и нужно было из нее выбраться. Я играю магом, попробовал ее взорвать. В итоге ловушка была обезврежена, но я потерял много хп. То есть минус 30. Не знаю насколько это плохой хороший результат, но если посмотрим, то видите тут итоговые последствия. Даже 33 хп, минус 30 мп. Дальше у нас идет следующий бой. Тут сразу скажу то, что это супер неприятный монстр. Потому что вроде как он бьет лайт уроном. У него много хп и урон тут на самом деле очень большой. Тут нужно будет пить определенный расходник. Это медаль против демонов. Как раз таки сейчас я закуплю на маркете и скажу сколько она стоила для того, чтобы с этим монстром нам было проще сражаться. Поскольку наш соперник это демон, я купил себе вот такого зелья, которое увеличивает урон на 50% и уменьшение входящего урона по нам на 20. Это поможет нам сразиться более удачным исходом с вот этим мобом. Также купил еще себе зелье на 30 хп. Как вы помните у меня ловушка отняла это здоровье. В итоге общие расходы это 80 центов. Потому что это зелье стоило 0,7 и 0,1. Давайте посмотрим какое здесь у него fire и cold res. Это значит то, что мы должны бить лайтнингом. Больше пока ничего пить я не буду. Хоть еще и mp потратил. Но посмотрим как сейчас пойдет по бою. То есть уменьшение 9. Тридцатка я ему влепил. Почему тридцатка? Потому что на 50% больше урона. Так бы было 15. Так 12-25. Скажу такой небольшой прикол. Вот какой-то вот такой шаман в третьем биоме он меня ватшотнул на 47 хп. То есть у меня прикиньте было 47. У меня ватшотнул. То есть я в нем потому что бил. Он видите бьет лайтнингом. То есть в этом биоме я так понимаю то что нужно будет сопротивление. Ну кстати меня еще застанил и я не попал. Так нужно будет пить еще однозначно вот такое вот зелье на 60 хп. Конечно можно вызвать помощь. Возможно это более будет рационально. Но я хочу весь лут залутать именно себе по предметам. Поэтому буду стараться до последнего никого не призывать. Но посмотрим как пойдет. Главное чтобы он сильно по нам не бил. Но видите довольно таки мощно бьет. В третьем биоме конечно мобы очень сильно уже дамажит. Это нужно понимать. Так 25. Кстати я еще 15 попал. Блин кому-то нужно подкрепление вызывать. Но честно говоря как не хочется это делать. Но по здоровью то есть ситуация не такая хорошая. Я говорил то что этот моб прям максимально сильный. Поэтому давайте вызвать подкрепление. Ничего страшного то что если заберут часть токенов. Главное чтобы не лут. Но может быть лута и не будет. Кстати у него еще есть свиток на Magic Find. То есть это очень крутая вещь. Потому что позволит нам лутать дополнительно дроп. Давайте добиваем. Надеюсь пятнаха пройдет. И мы не слоим никакой стан. Ну сказала что ни у слоим никакой стан. В итоге нас застанели. Но что поделать. Такое тоже бывает. Кстати у меня тоже есть предмет на стан. Но как то он не хочет встанеться. Так на девятку все вылепили ему. Потому что вот этот свиток он уменьшает входящий урон. То есть я думал мы сейчас добьем. Но вот эта жадность может сыграть в непользу нам. То есть видите еще 18 залетает. Потому что нас опять застанели. Давайте пробуем добивать. В третьем биоме. Вот это пока из всех самый неприятный монстр. Именно с точки зрения сколько он дамажит. Так что мы получаем здесь. 20 энергии. Нарези статус. Но это какое то фиговое зелье. Вот это уже зелье уже получит. То есть оно стоит почти 3 баксов. То есть все наши траты с этого биома. Именно вот с этого боя. Мы как раз таки этим зелем можем спокойно компенсировать и заработать. Но нужно понимать то что у нас могут и забрать получается это зелье. Потому что я вызвал себе подкрепление. До этого у меня бои были более удачные. Но тут бывает естественно доля рандома. Этот квест был максимально быстрый. Я отдал 3 токена чтобы переночевать в какой то берлоге. Получил себе полностью full хп и full энергию. Но минус немножко параметров. Но это не такая большая потеря. В этом квесте мой персонаж себя плохо чувствовал. В итоге мы потеряли вот столько-то параметров. Самое обидное конечно для меня это мп. Потому что мп это мой основной урон. У нас следующий это шрайн. Шрайн штука хорошая. Я один раз восстановил себе здоровье. Кстати обратите внимание. То есть это плюс урон ко всем школам. Статус резист, мп и хп. То есть ну на самом деле это прям штука крутая. И опять обидно то что я вызвал себе вот этого гаврика. Если тем более еще не будет никаких боев и он еще украдет у меня зелье. Это конечно будет максимальный мисплей. Но загадывать не стоит. Потому что нужно еще как минимум пройти полностью все квесты и все бои. Завершили еще один квест. Тут мы нашли детей по дороге. Которые отказались от помощи. И в итоге я сказал удачи и ушел. Не получил ни минус там репутацию кармы. Ничего. Может быть там если бы их сопроводил получил какие-то бонусы. Но это уже я не узнаю. Так давайте это загадание отменяем. У нас вот так вот горгона. Я буду использовать наверное фаербол. Сейчас поскольку я под бафом должно быть очень много урона. Потому что у меня плюс 70 урона. 26. Кстати 70 урона как-то именно 70% что-то я не ощутил. Но и бог с ним. Давайте здесь бьем. Так еще 26. Я точно не буду использовать никакие тут еще заклинания. Кстати у него тут атак рейтинг. Critical chance. Может быть что-то и надо использовать из этого. Но давайте пробовать наверное так добивать. Так у меня разброс 18.28. Вот бы сейчас максималка бы залетела. Было бы конечно славно. Так у меня остается мало хп. Кстати тут смотрите у меня остается 37 хп. У него 10.20. Но я посмотрел то что у него не показано именно никакого крита. Надеюсь то что если крита не показано его нет. Потому что если он крита нет на 20. Да я умру. Это будет конечно ну максимально так себе. Обратите внимание то что я использовал свиток на Magic Find в конце. Потому что так ты увеличиваешь сопротивление монстров. А если добиваешь этим заклинанием. То есть он не успевает как бы получить какую-то прогрессию. Но лут с этого можно получать. А на самом деле Magic Find в игре это крайне полезная вещь. То что в предметах есть и в свитках. Вот такой вот лут. Нифига себе кстати. Это прям амулет какой-то очень крутой. То есть много резистов. Было бы супер если бы он давал еще не силу. Но как видите я думаю такой предмет мы посмотрим в конце видео. Но стоит он должен явно много. То есть еще 2 зелена хп. И вот тут получается я скорее всего пожадничал в плане того то что вызвал себе дополнительного напарника. Мог использовать просто фласку. Но решил как чтобы наверняка злутая в себе вот этого подкрепления. Обратите внимание. То есть мне максимально повезло. Он забрал только 68 токенов. Это 30 центов. То есть по расходникам вы сами видели то что я использовал среднюю фласку. Одно зелень на убийство демонов. По сути больше ничего не использовал. Только призыв. Вот такой вот профит получается. То есть вот такие вот зелья они стоят по 2.8. Это уже больше 5 баксов точно. Здесь ну это какая-то на самом деле ерунда. То есть она стоит мало. Также вот столько токенов. И предмет. Давайте искать такой предмет на маркете. Хотя бы примерно посмотрим сколько его цена. Нашел на маркете данный амулет. Стоит он за 48 долларов. Всего лишь один. Я думаю то что цену поставили просто на рандоме. Не думаю что за такой прайс кто-то будет брать подобный амулет. Все таки он конечно крутой. Но не на столько. Не на 48 долларов. Тем более за такие цены можно собрать себе не один сет предметов на разных героев. Пару баксов такой предмет точно стоит. Но я думаю намного дороже. Потому что здесь есть много хп. Хп используют все классы. Дальше у него ограничение просто там нет. То есть его могут брать и маги и воины. Самое главное то что он дает колд рез на второго босса в биоме. И лайт рез это для третьего биома стринжа. Эта штука конечно уже ситуативная. То есть кому-то нужно кому-то нет. Предмет однозначно полезный. Но его цену точно я сказать не могу. Буду смотреть на маркете и дальше уже анализировать сколько такой предмет стоит. Тут стоит добавить то что все предметы имеют свою прочность. И по завершению какое-то количество данжев они будут ломаться. Это значит то что такой предмет мы будем покупать себе на маркете заново и его ремонтировать. Поэтому нужно будет всегда учитывать это количество расходников в виде наших предметов и зелий. Если таковы есть. То есть если данжи вы видели какое количество зелий я использовал для того чтобы пройти данжи который я показывал то по предметам это конечно уже тяжелее. То есть у них есть определенная прочность которая ломается. Вот такая вот игра. Мне честно говоря сакра очень сильно нравится. То есть я люблю подобные игры. Для меня это какой-то ностальгия по старым браузерам. Играм тем более есть большое количество разных задач. То есть можно собирать себе билды. Я честно говоря вначале думал то что они более простые. Но на самом деле есть о чем задуматься. Потому что есть какие-то спики на яды. На рефлекты. На магию. И так далее. Возможно буду еще собирать все разные билды. И дальше показывать вам. То есть у меня пока вот такой вот маг собран. Есть. Я делал из трала. Это воина. Но по сути я думаю то что в этом было смысла мало. Потому что он больше заточен под виталку. Но возможно нет. Посмотрим уже на дистанции. По профиту написал. То есть всегда проверяйте друзья уровень газа. Потому что это тоже большие расходы в игре. То есть если он как сейчас почти ничего не стоит. То можно благоприятно играть в эту игру и получать только удовольствие. Но это конечно если вам нравится проект. Тут нужно в нем разбираться и копаться. Потому что если вы просто зайдете потыкайте там 15-20 минут. У вас вряд ли будут какие-то хорошие результаты. Это как в любом проекте. В любой игре. Когда вы не понимаете что от чего зависит. По поводу розыгрыша. У нас будут условия простые. Нужно под этим видео написать любой комментарий от 5 слов с названием Сакра. Будет 2 победителя. Они получат по 10 долларов. Итоги будут в моем телеграм канале. Напишите комменты. Ставьте лайки. И всем удачи. Спасибо. 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 Спасибо.